И все-таки в разрушенной юго-гостинской столице остается еще немало мирных жителей. У них нет воды и света, не хватает лекарств. Но есть еще сила держаться самим и поддерживать раненых. Только под завалами городской больницы Схенвали, грузинские военные разбомбили ее 8 августа, остается больше 150 человек. Им нужна срочная медицинская помощь. Мы не варвары, заявили сегодня в грузинском правительстве, сообщая журналистам, что ведут переговоры с российской стороной об открытии гуманитарного коридора. Как будто и нет двух тысяч погибших в Схенвале и еще тысяч заложников войны, которые до сих пор не могут вырваться из-под огня. Шокирующие кадры передали в Москву наши операторы Кирилл Бутырин и Алия Ребжанов. В темном подвале в ненормальных с медицинской точки зрения условиях врачи все же продолжают проводить операции, спасают жизни раненых. Здесь около 200 жителей Схенвали, попавших под обстрелы грузинских войск. Медикаментов пока хватает, успели запастись. С электричеством проблемы. Аппарат искусственного дыхания не работает. Все вручную. И так ночь напролет. Ситуация тяжелая в плане медицинском. Те условия, в которых наши врачи работают уже четверо суток, конечно, недалеки от санитарных и морально-этических норм. Однако мы справились со своей задачей. И я очень благодарен своим коллегам. Республиканская больница в Схенвале теперь мало похожа на медучреждение. Снаряды от систем залпового огня ложились буквально под окнами. А потом были перестрелки и постоянное напряжение. Вот там вот очередь прошла. Вот на эту площадку тут было много взрывов. Мы, в принципе, были внизу. Тут дым-то такой стал, что выжженная земля здесь. И несколько снарядов еще наверх попало. Среди медицинского персонала пострадавших нет. Сколько погибло мирных жителей Схенвали? Сказать сложно. Не менее двух тысяч. Но очень много убитых до сих пор лежат на улицах и в собственных домах, где их накрыли грузинские системы залпового огня. Град был. Голова у него нет. Это град был. По словам очевидцев, в первые же дни грузинская артиллерия подвергла массированному обстрелу жилые кварталы города. Стреляли по заведомо мирным целям. Это Слилхана, когда град – это запрещенное оружие. Я женщина, и то это я знаю. И каким надо быть бесчеловечным, чтобы пустить по мирному населению град. Сирийный. Убитых и раненых из Схенвали и окрестностей продолжают привозить в республиканскую больницу. Все они – гражданское население. Американский журналист Винстон приехал в Схенвали с Аляски, но поработать не успел. В первые же дни попал под обстрел. Нас обстреляли, и все три дня я провел здесь. Я ничего не помню. С нами был фотограф и еще один журналист. Они убиты. Я не могу точно сказать, на какое агентство они работали. Да-да, сейчас все хорошо. Спасибо большое. Будет, конечно, лучше, когда я отсюда выберусь. Сколько дней раненые проведут в подвале Схенвальской больницы, сейчас никто не знает. Грузинские войска не дают вывозить пострадавших из города. Снайперы работают по гражданским машинам и даже по автомобилям скорой помощи в нарушении всех международных норм. В Южной Осетии происходит самый настоящий геноцид. Об этом местные жители рассказали премьер-министру России. Сегодня ночью Владимир Путин общался с беженцами из Южной Осетии во Владикавказе. Они заживы, слышите, девушки. Заживы с Ольгой? Да, в девушках молодых семей. Загнали, как сход, я извиняюсь, как закон. А где-то 50 заложников, да, тоже женщины. И подожгли. Сейчас беженцы из Тхинвали пытаются получить хоть какую-то информацию о родственниках, оставшихся там, где стреляют. Но связи с городом нет. О возвращении пока даже не думают. Россия, по словам премьера Владимира Путина, выделит средства на восстановление разрушенного города. Но сначала должна кончиться война. Александр Евстигнеев, Олег Грознецкий, Зульфия Хакимова, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова